МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите гай.рф-видео-версия в студии Валентина Демидова. Наш выпуск подготовлен при поддержке гипермаркета Айсберг. Выбирайте Айсберг с 11 по 21 марта, весенняя скидка до 30%. Например, надежная и мощная микроволновая печь Фьюжн с автоматической разморозкой всего за 3 777 рублей. Только в гипермаркете Айсберг. Вначале краткий обзор тем, о которых мы вам расскажем. В ГАИ с рабочим визитом была министра социального развития области Татьяна Самохина. Горожане смогли лично спросить о наболевшем. В воскресенье проводим зиму. В городе состоятся масленичные гуляния. Гололед ломает людей. Что думают пешеходы? Конкурс цветы и женщины завершен. Уже известно, кому достались призы. Город Гай с рабочим визитом посетила министр социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина. В первую очередь Татьяна Сергеевна побывала в детском доме-интернате. После в администрации города в кабинете главы города прошел прием гайчан по личным вопросам. Глава города Олег Юрьевич Попунин также принимал участие в беседе с гайчанами. Вопросы Татьяне Самохиной задавали самые разные. Санаторно-курортное лечение детей-инвалидов, организации летнего отдыха для ребенка, работы ветеранских организаций и так далее. По всем вопросам министр дала подробные разъяснения. Но главной целью визита стало начисление и выплата единовременной денежной компенсации. Механизм расчета этой выплаты в 2016 году изменился. Татьяна Самохина отметила, что в настоящее время проводится разъяснительная работа. В ближайшее время журналисты портала гай.рф встретятся с представителями социальной защиты, которые расскажут относительно выплаты и начисления ЕДК, как оно будет происходить с этого года. Как правило, вопросы бывают самые разные. Не только ЕДК. Например, сегодня мы уже несколько граждан отработали совместно с вами, но и были те, которые не захотели общаться. Поэтому есть очень личные вопросы. И они очень разноплановые. От оказания материальной помощи и ЕДК были определенные сложности, которые, в общем-то, взволновали и жителей города Гай. В целом в Оренбургской области было очень много вопросов. Сейчас перепроверены все базы, провели последние выгрузки энергетики. Как мы и обещали, в первых числах марта провести перерасчет за январь месяц. Мы это выполнили. С 15 марта пойдет уже выплата ЕДК за февраль. То есть мы надеемся, что ошибок будет уже минимальное количество, а они все равно могут возникать. То есть они могут быть какого плана. Если кто-то из жителей, например, неправильно подал сведения о составе проживающих, либо какие-то показания контрольно-измерительных приборов некорректны, либо все-таки где-то какое-то задвоение иногда бывает лицевых счетов, но это уже в индивидуальном порядке отрабатывается нашими службами. Гайское дорожное управление ГУП Оренбург Ремдорфстрой победило в аукционе по содержанию сельских дорог округа. Об этом сообщал сайт администрации города. Срок действия контракта с момента его заключения до 31 марта 2017 года. Начальная стоимость заявлялась на уровне 4,8 миллиона рублей. Как сообщается на портале госзакупок, в ходе торгов цена была снижена на 20% и составила 3,8 миллиона рублей. В эту стоимость входит уборка снега, удаление наката грейдерами, расчистка пешеходных переходов. В летний период грейдерования дорожного полотна, вывоз мусора, грязи и так далее. В воскресенье завершится масленичная неделя. На центральной площади города 13 марта горожане будут провожать зиму. Всех гостей ждет праздничная торговля и театрализованное представление. Праздничная торговля будет проходить с 10.30 до 14.30. Театрализованные представления с 12.00 до 13.00. И с 12.30 до 14.00 будет организована работа детской игровой площадки и массовые спортивные состязания. Жим гири, борьба на руках, лазанье на стол. И, как сообщает сайт администрации, масленичные гуляния пройдут и в 13 населенных пунктах Гайского городского округа. В некоторых селах пройдут даже катание на лошадях. Сельчан также ждет театрализованные представления и горячие блины. Почему так скользко? Этот вопрос в последние несколько дней крайне актуален среди многих гайчан. Количество падающих людей заметно возросло. Ледяная поверхность тротуаров заставляет гайчан идти в заметном напряжении. На улицах Гай пешеходы высказали свое мнение о ситуации на дороге. Ну, мне, в принципе, не скользко, но страшно. Почему страшно? Ну, потому что не посыпано и, в принципе, все сдувает. Ну, наверное, ничего не могут сделать, потому что открытое пространство, ветром, видимо, сдувает. Катакризмы, наверное, в смысле, связанные с нашим климатом. Скользко? Очень. Плохо ходить? Плохо. Жалуетесь? Кому? Да хоть кому. Как думаете, почему у нас не посыпают? Почему не посыпают? Ну, наверное, не успевают. Тяжело все сразу сделать. У нас нет таких служб, я так думаю, чтобы сразу мгновенно все сделали. Ну, конечно, это непорядок, тяжело, плохо. Ну, власть должна лучше работать. На вскидку не помните, сколько дней уже гололед? Да ну, неделю точно есть. Вы так же надеетесь, что посыпают? Надеюсь. Очень скользко. Вы прям ругаетесь? Прям ругаетесь. Сильно недовольны? Сильно. Потерюсь. Конечно, я вручу посыпать не могу. Уже я убилась, сейчас показать бы вам здесь. Вы уже упали? Да. Падала. Вы тоже падали? Да. А сноха вообще лежит уже три месяца. Упала. Подскользовалась на улице? И трещина, бедро. Вот не знаю, поправится, не знаю. Но она никуда не жаловалась? В больницу ходила. Как попасть в больницу, не сломав при этом шею. Такой вопрос встал после того, как в редакцию обратились несколько человек, отметивших, что пешеходный переход возле районной больницы сплошь покрытый льдом. Не остался без внимания и пандус, который также был покрыт плотным слоем льда и снега. Дорогие и уважаемые телезрители, у нас отличная новость. В пакет цифрового ТВ добавлено 46 новых телеканалов. Настраивайте свои телевизоры, располагайтесь поудобнее на любимом диване и наслаждайтесь просмотром. Работы по добавлению и изменению порядка позиций телеканалов в компании будут производиться в ночь с 13 на 14 марта. По всем вопросам обращайтесь в клиентский отдел компании по адресу улица Войченко, 1 или по телефону 43-777. Полный список телеканалов опубликован на сайте гай.рф. Завершился конкурс «Цветы и женщины». 9 марта были определены 28 лучших фотографий и среди них были разыграны призы. Имена счастливых обладательниц уже известны. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас настал момент Х. Мы разыгрываем призы, сертификаты для участниц конкурса «Цветы и женщины». У нас сегодня прекрасное жюри в составе Артема Халюлина и Антона Романова. Парни о нем у нас известны. Артем долгое время занимался концертной деятельностью во Дворце культуры Горняков, а Антон Романов у нас недавний победитель конкурса «Мы парни-комбинатор». Ну что, мы отобрали 28 фотографий по количеству призов. Вам предстоит распределить призы между теми участницами, которые, можно так сказать, у нас вышли в финал. Один из партнеров нашего конкурса – это магазин «Царь дверей». И нам предоставляется сертификат на покупку в магазине на 1000 рублей. Давайте, мы выбрали вот эту фотографию. Отлично. Кто это у нас? Это у нас Пронькина Нина. Они были обозначены. Итак, первый снимок разыгран. Есть. Вот это прекрасная женщина. Кофейникова Вера. У нас сертификат А3. Общим выбором, общим голосованием. Манылова Зоя становится также обладателем сертификата на 1000 рублей на покупку в магазине «Царь дверей». Я предлагаю теперь разыграть сертификат на покупку в магазине «Сумка.ру». Это очень ответственно сейчас – подарить женщине 1000 рублей на сумку. Сергеевна Наталья. Вот к ней у вас рука тянется уже второй раз. Ну, давай уже уберем. Давайте уже. Итак, Наталья Сергеева общим выбором также наших молодых людей становится обладателем сертификата на 1000 рублей на покупку в магазине «Сумки.ру». Поздравляем. Теперь давайте разыграем призы от фотосалона «Позитив». Фотосалон «Позитив» нам предоставил 5 сертификатов на фото 50 фотографий и календаря на 2016 год. Единогласное решение. Да, да, да. На умник Веры Афанасьевны. Вера Афанасьевна. Да, не случайно выбор пал на Вера Афанасьевна Науменко. Это ветеран Великой Отечественной войны. У нас есть второй кандидат на получение суперпризы. Это Ильина Людмила. Согласитесь, такая фотография, она прямо и просится в фоторам. Конечно, да. Фотография зацепила всех и сразу, да, во время выбора. Кому мы еще подарили? Ему нам, наверное, тоже любят фотографироваться. Татьяна Пашевкина? Да. Ну да, фотография очень колоритная, ретро, да, очень красивый снимок. Кубочкина Наталья, давайте. Ну, коль уж мы пошли по принципу как-то природы, не знаю. Да, да, да. Думаю, что достойно. Вот тоже прекрасная фотография, очень вкусная. Вот, давайте ее отправим. Отправим ее за фотопечатью, да? Да, чтобы у нас Шаймара Данова Айжана напечатала еще 50 фотографий, плюс к этому замечательному снимку и календарь. Фото-салон Позитив. Фото на все документы. Печать фотографий любых размеров. Полиграфическая продукция. Навойченко один. Навойченко один. Навойченко один. Я тогда предлагаю разыграть сертификаты на нежный весенний уход за кожей лица от салона Окс Студио. Итак, у нас три сертификата. Три сертификата на весенний уход за кожей лица. На весенний уход за кожей лица. У нас отправляется, отправляется, ну вот, давать ее там. Наталья, да? Наталья, вы и так прекрасны. Мы хотим, чтобы ваш замечательный муж порадовался тому, что мы отправили вас в салон красоты и немножечко освободили ваш семейный бюджет. Они все красивые, понимаете? Я не знаю. Все красивые. В этом-то и сложность. Турмила, мы с большим удовольствием отправляем вас на весенние процедуры. Екатерина Перкина, девушка-врач, девушка-медик. А Екатерина Перкина становится обладателем сертификата на нежный весенний уход за кожей лица от салона Окс Студио. Надеемся, приятная процедура, подарит новые эмоции, новые свежие ощущения. Поздравляем. Студия красоты ОК. Это уход за лицом, перманентный макияж, наращивание ресничек и многое другое. Приходите к нам за красотой. На Ленина, 56. Горбатова Татьяна становится обладателем сертификата на приобретение набора линзы, раствор, контейнер и пинцет в магазине. Интернет-магазине контактных линз ОКОЛИНС. Не просмотри лучшие моменты жизни. Интернет-магазин контактных линз ОКОЛИНС. Телефон 8 922 550 18 38. У нас их... У нас их 5 штук. Вот мне кажется, Андрея Кристина, вот если чуточку выделить глазки, будет вообще супер прекрасно. Если есть вторая половина, еще ярче. Екатерина Симонина вот прямо с фотографией просит. Просит, да? Просит линзы. Просит линзы. Вы подарите мне линзы. Так, еще одна у нас обладательница сертификата на покупку линз и прочих аксуаров. Это Третьякова Юлия. Мы подошли, пришли к мнению, что Карпова Ирина становится обладателем подарочных сертификатов. Давайте, наверное, Империя Суши. Разыграем два сертификата, да? Это на заказ суши и роллов на 1000 рублей и сертификат на заказ сета Бонзай. И всех прям, у глаза так и просят, так и просят. Суши, да? Кушать. Люблю роллы, люблю роллы. Хочу. Давайте вот Ирину Ощепкову. Давайте. Давайте. Ирина Ощепкова у нас получает сертификат на заказ суши и роллов на 1000 рублей. Поздравляем. Ну да, это черкас. Мне так классно. Как-то она худенькая такая, и хочется прям порадовать ее, чуточку подкормить, приукрасить вечерок. Я думаю, ей есть с кем. Тем более, такие цветы дарят явно любимый человек. Империя суши, империя суши, сделают ваши вечера вкуснее. Телефон 50607. Давайте вернемся к подаркам красоты студия ногтевого сервиса Ольги Петровой. У нас здесь три сертификата. Сертификата на маникюр с покрытием, на педикюр с покрытием, следующий сертификат. И последний сертификат на наращивание ресниц 4D. Хорошо. Давайте тогда сертификат на услугу педикюра с покрытием. Знаете, вот эта девушка, она прям с природы отправляется прямо на педикюр. Елена Корчагина у нас отправляется на педикюр с покрытием. Сертификат на наращивание ресниц 4D. Вот Кувайкина Екатерина, да. Вот так вот. И последний сертификат от студии ногтевого сервиса Ольги Петровой – это сертификат на услугу маникюра с покрытием. Зверкова Наталья уже долгое время улыбается нам. И стюльпанов. Да, тюльпанчиков очень. И сахарки тюльпанов. Так, значит, у нас Зверкова Наталья. Следующий наш сертификат на услуги на 1000 рублей в салоне парикмахерской фотостудии Кредо Студио. Мы разыгрываем. Больше я названий повторять не буду. Салон, парикмахерская и фотостудия Кредо Студио. Встречайте весну вместе с нами. Ленина, 29. Телефон 432-97. Сертификат на услуги на 1000 рублей в Кредо Студио. Кто? Достается. Да, достается Некандрова Вера. Некандрова Вера. Мы вас поздравляем и ждем за сертификатом. Кафе ОК. ОК предоставляет два сертификата на 500 рублей. Кафе ОК. Оно позиционирует себя как русская кухня. Русская кухня. Приходи, уплетай на дом, заказывай. Приходи, уплетай на дом, заказывай. Берет маслеец и кафе ОК предлагает новинку «Русский ролл». Это блинчики с разнообразными начинками. Телефон 53020. Итак, кто же красиво и со вкусом проводит зиму? Рима. Рамету. Да. Одобряет. Увара Лариса с легкой руки Антона. Вы отправляетесь провожать Масленицу и встречать нас. Давайте объявим имена тех гайчанок, которые теперь пять раз смогут проехаться на такси Арбат без какой-либо платы. Нет машин, вам говорят. Арбат, вызывай такси Арбат. 4 55 55 5 20 20. Кто это? Так, Крюкова Ирина. Ёлдашева Елена. И еще одна Елена по фамилии Карпухина. Поздравляю, Леночка. Все достойные. Мы абсолютно непредвзято определяли победительность. Все молодцы. Я желаю от всей души, чтобы вы продолжали участвовать в таких конкурсах. Гайреф, вам отдельное спасибо за организацию таких потрясающих событий. Не побоюсь этого слова, потому что для каждой женщины и после 8 марта необходимо внимание, забота. И благодаря вашим партнерам, благодаря вам у них есть уникальная возможность еще немножечко уделить внимание, времени, заботы для себя любимым. Поэтому все большие молодцы, продолжайте участвовать и вас обязательно будет ждать успех в дальнейшем. И в конце выпуска о погоде в ближайшие дни в Гае переменная облачность, возможен снег. Ветер преимущественно западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3-5 градусов, днем от нуля до минус 2. Этот выпуск был подготовлен при поддержке гипермаркета «Айсберг». Выбирайте «Айсберг» с 11 по 21 марта. Весенняя скидка до 30%. Также жидкокристаллический телевизор диагональю 81 см всего за 12 777 рублей. Только в гипермаркете «Айсберг». А это все, о чем мы успели вам рассказать. Свежие новости и комментарии к ним всегда для вас доступны на портале гай.рф. Сразу после смотрите выпуск школьных новостей от студии 220 вольт. А с вами была Валентина Демидова. Всего доброго и до свидания. Здравствуйте. В эфире студия 220 вольт. И с вами я, Александра Чернега. Свой эфир мы начнем о мини-форуме «Одаренные дети». Который прошел в школе номер 8. Потребнее об этом мы попросили рассказать Зак-директора по воспитательной работе Эльвира Кавиловна Мусаева. Международный форум «Одаренные дети» осуществляет свою деятельность в рамках общероссийского общественного движения «Одаренные дети. Будущее России». В прошлом учебном году ученики нашей школы Мусаев Айдар и Молдаванов Денис приняли участие в работе Московского форума и в результате стали гауреатами гран-при. В этом учебном году впервые мы проводим в нашем городе на базе нашей школы мини-форум «Одаренные дети». Добрый день! Добрый день, уважаемые люди нашей школы! Добрый день, уважаемые дороги и дорогие ученики! Сегодня в стенах нашей школы мы приветствуем к участникам мини-форума «Одаренные дети». Добро пожаловать всем, кто решил заделить о себе и о своих способностях. Добро пожаловать всем, кто решил поделиться с моим талантом и порадовать нас своим успехом! На приглашение принять участие в работе мини-форума откликнулись учащиеся школы номер 8 и школы гимназии. Всего в работе форума приняли участие 16 ребят. Это было очень серьезное решение с их стороны, потому что для того, чтобы принять участие в работе форума, необходимо было выполнить большой объем домашнего задания. Девиз форума «Родная речь. Отечество. Основа». И сегодня на форуме ребята очень много говорили о том, как важно беречь и защищать родной язык, родную речь. Участие в форуме – это ни в коем случае не соревнование. Это возможность для всех участников пообщаться между собой. И сегодня мы можем говорить о том, что безусловными лидерами нашего форума стали Ирина Валерьевна, Федотова Елена, Моросич Ярослав, Кузьмин Дмитрий, Мусаев Айдар, Мусаева Ясминов. Хочется поблагодарить ребят и педагогов, которые работали и помогали ребятам в выполнении всех заданий. Участники форума получили памятные подарки и свидетельства, сертификаты участников. Ну а победители ждут грамоты и возможность принять участие в работе московского форума, который состоится в городе Москва в конце марта. Я участвовала в мини-форуме «Одаренные дети». Я захотела что-то новое и решила принять участие. И я написала свой первый сборный стихов, называется «Что такое счастье?». В него вошли стихи, отображающие любовь не только к родине, но и к близким, своим друзьям. И самое мое лучшее стихотворение, которое я считаю, это стихотворение, посвященное войне и любви. Называется «Отцу». И я хочу зачитать последние строчки. Просто искренне надо любить и беречься до моего судьбой. А мы начинаем жизнь и близких ценить слишком поздно. Бывают баллы. Так получилось, что мне дали наивысший балл, и мою работу отправили в Москву. И я с терпением буду ждать результата. Остальным же участникам я желаю удачи и творческих успехов. В школе номер 8 ежемесячно проводят линейки, в которые подводят итоги в школьных и городских мероприятиях. С помощью линеек поддерживается творческий, патриотический потенциал учащихся. Все награжденные материалы пополняются портфолио. Ребятам очень приятно, что их творчество и мастерство замечают и ценят. На этом наш эфир подошел к концу. До свидания.